Приветствую! Очень рада нашей сегодняшней встрече вечерней. Елена, Валентина, Татьяна, Светлана, Мирослава, Елена. Всем доброго вечера, чудесного настроения. Татьяна, благодарю за то, что вы меня представили, друзья мои. Сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы поговорить о кармии. Но, конечно же, вначале я хотела бы уточнить, узнать, кто знаком уже со мной, для того, чтобы понимать, кто пришел здесь не впервые на такие встречи, где я выступаю и говорю о прошлых жизнях и о карме. Поставьте, пожалуйста, сейчас мне, наверное, плюсики, да, кто не впервые со мной сегодня на встрече, чтобы я понимала. И минус, кто в первый раз. Алена, Елена, значит, знакома уже. Татьяна, вот, пришло время познакомиться. Елена, Эл, тоже, рада с вами познакомиться. Алена, Валентина, также с вами рада познакомиться. Мирослава, красивое имя. Все? Лариса. Ой, как я рада, когда есть новые люди. Здорово. Просто замечательно. Почему я радуюсь? Я радуюсь, когда есть и те, кто уже был на моих встречах. И, конечно же, с кармой, да, с вами нет, пишет Светлана. Ну, замечательно, что вы с кармой знакомы. Сегодня как раз об этом будем говорить. Я всегда радуюсь, когда есть знакомые и когда есть люди в первый раз. Регина также рада вам. Почему? Потому что, как мы говорим, ничего на свете не бывает просто так. И мы когда-то где-то с вами уже встречались, встречались в каких-то прошлых жизнях. И у нас с вами тоже есть общая карма. Насколько бы это было сейчас неправдоподобно, тем не менее, это так. И, конечно же, я хочу вначале для тех, кто со мной не знаком, и почему именно сегодня нужно, нужно, не нужно, или как бы вы пришли меня послушать, кто я, да, кто я такая, и почему именно я говорю о прошлых жизнях, почему я говорю о карме сегодня. Я приготовила для вас небольшую презентацию. Прямо сейчас я ее включаю. Ага. Такая демонстрационная маленькая презентация для того, чтобы вы видели глазками, да, когда мы смотрим на какие-то слайды, он как-то больше запоминается и легче воспринимается. Хорошо. Дорогие, напишите мне, пожалуйста, сейчас. Давайте будем с вами общаться, да. Вы пока мне напишите, что на ваш взгляд, как вы понимаете, слово карма. А я потихонечку начну листать и благодарить вас за то, что вы сегодня со мной. Давайте напишите, пожалуйста, мне несколько слов, и мы познакомимся с вами поближе, для того, чтобы легче было общаться. Как вы понимаете, что такое карма? Так, Светлана, расплата за содеянности. А, за содеянное, да? Хорошо, еще. Еще, пожалуйста, какие еще есть моменты, кто как еще понимает. Сегодня мы будем говорить о карме. И, наверное, у каждого есть свое понимание, да, что такое карма. Пока вы пишете, я начну немножечко говорить о себе. Все мои регалии, конечно, перечислить, ну, немножко сложновато, потому что я много лет работаю, но главное то, что я сегодня вам буду говорить, и то главное направление, которым я веду свою деятельность, это эрогрессология. Это, с моей стороны, это наука, которая говорит о душе. И я очень люблю работать с людьми не только как целитель, но именно с точки зрения реинкарнации, регрессологии, когда мы общаться начинаем с людьми на уровне души, не на логическом, не по логическому уму, не по нашим каким-то завязкам или пониманиям, а именно так, как мы воспринимаем людей на уровне души. И сегодня как раз таки мы об этом поговорим. Я сейчас немножко еще расскажу о себе, да, и будем говорить о карме и оборачивается ли карма как бы против человека. как раз таки то, что написала Светлана, да, по-моему, ага, и бонус хорошо. На моем счету более две с половиной тысячи, конечно же, это счет такой очень круглый, индивидуальных сеансов, которые я провожу на личных встречах, когда ко мне приходят люди. также я веду индивидуальное обучение, провожу встречи в разных городах с выездными семинарами и вебинарами. Также, да, вот вместо силы мы ездим, кстати, в этом году мы также едем летом на Дольмены, там, где я провожу также и обучение. У меня есть центр или школа регрессологии. В этом году уже 5-6 год, когда я обучаю учеников, цифра тоже очень-очень приблизительная. Дело в том, что группы я собираю маленькие, обучала раньше людей полгода, не набирая следующих людей. Сейчас немножко у меня иначе, у меня одна группа находится на обучении, допустим, заканчивает, вторую я беру. Конечно же, цифра сейчас уже будет как бы другая. и тут у меня написано «Страфом, когда я сделала», но это я просто хочу рассказать несколько историй клиентов, то, что связано с кармой, да, и пока на этом мы остановимся и буду рассказывать о своей школе и буду рассказывать о том, что такое карма. Давайте я почитаю сейчас ваши комментарии. Так, расплата за содеянное и бонус за благие дела. Карма – это весы. Ну, хорошее как бы слово «карма» – это весы, да, но глубокое понимание, как можно сказать, что карма – это весы. То есть, тут хорошо и тут хорошо или тут плохо и тут плохо. Как весы эти работают? Так, Елена, «Неопредолимое обстоятельство жизни, сложившееся в прошлом и несущее некие уроки и этапы взросления». Ага, очень даже так красиво, да, Регина. Уроки, не пройденные в прошлых жизнях. Так, уроки, не пройденные в прошлых жизнях. Добрый вечер, да, Наталья, добрый вечер, Мирослава. Карма – это карта жизни каждого человека, которая основывается на прошлых воплощениях. Да, Мирослава, соглашусь. Так, Нина, это те действия, поступки, которые мы совершали в прошлом, хорошие или плохие. И то, что мы излучаем, то и получаем. Да, Наталья. Так, весы с кнутом и пряником. Весы с кнутом и пряником. Ну, в принципе, то, что вы сейчас написали, это как бы, да, действительно, это так, но одновременно и не совсем так. И мы сейчас немножечко, немножечко, ага, это не мне. Разберемся с этим. На мой взгляд, карма, да, я буду говорить сегодня только с точки зрения своего понимания, что карма это все, что нас окружает. То есть, если говорить, разделять карму на несколько видов, то мы можем говорить и о родовой карме, и о карме наших инкарнаций, и вообще о карме текущей жизни. И не только об этом. То есть, все, что нас окружает, мы имеем кармические отношения. И если это кармические отношения, то это как бы и есть уже карма. Каждый человек, с которым мы встречаемся, каждый, каждая душа, с которой мы встречаемся, да, уже несет с собой какие-то кармические моменты, какие-то кармические вопросы, или наоборот, помощь нам, или наоборот, не помощь нам. то есть, нечто, что-то, где мы встречались с людьми раньше, до этого воплощения, здесь и сейчас на земле, и с ними подписывали, образно говоря, какие-то договора, или говорили о том, что ты будешь для меня в этой жизни, там, мама, папа, дедушка, бабушка, или там, еще кем-то. То есть, карма мы не можем сказать, что это просто некое такое вот колесо сансары, вот такое кругленькое, которое мы можем держать и в ней есть только то или другое, да, в ней может быть много-много-много-много хорошего и очень мало плохого, или наоборот, много-много плохого и очень мало хорошего. И поэтому весы, о которых писали, да, они могут быть не стоять ровно, они могут перегибаться как бы в одну сторону так вот путь души когда наша душа первично отделилась от источника на своем пути или для того чтобы понизить свои вибрации и понять вообще структуру жизни на планете земля в низких вибрациях душа перед каждой жизнью не только на земле а где-то еще она заключает такие кармические союзы то что мы называем то есть кармические договора для того чтобы встретиться с каким-то человеком то есть душой и этот опыт друг другу передать ваши мужья ваши бывшие мужья ваши родители дети бабушки дедушки мы все между собой имеем эти кармические отношения поэтому сказать что если я прошлой жизни сделал что-то плохое то этот человек мне обязательно тоже сделает плохое это не всегда так самое важное нужно понять для какой цели и почему какой-то человек делает здесь плохой но если мы задаем вопрос от логического ума и мы хотим это понять только логикой но это не всегда срабатывает суть вообще каждой души на планете земля это познать любовь и это не такие слова крылатые которые допустим каждый из вас слышала и не только здесь от меня я знаю что и вы сами это пони наверно понимаете и слышите очень часто на разных тренингах на самом деле как говорится все есть любовь и в том пространстве где душа наша бывает пребывает первично там существует только любовь все остальное то что мы называем кармой это мы сами создаем воплощаясь из жизни в жизнь мы заключаем договора образно говоря договора то есть договоримся с какими-то душами для того чтобы что-то познать и например сразу быстренько говорю момент истории девушки которая пришла допустим сеанс ко мне для того чтобы понять почему у нее как она мне сказала что у нее кармические отношения с ее мужем и очень плохо живется с ним но она не может расстаться потому что кто то есть сказал о том что эти отношения кармические ей придется с ним жить скажите пожалуйста если в вашей жизни такое или слышали вы такое что я не хочу но у меня есть такие кармические связи кармические узлы и я не пойму а это вот я должна с этим человеком дружить жить или там быть или там еще что-то или а вы сами выбираете это вот пожалуйста ответьте мне сейчас как на ваш взгляд а если в вашей жизни такие вот случае где вы считаете что это кармический какой-то узел который например нужно развязать или как развязать например с бывшим мужем или с человеком с которым вам не очень комфортно общаться или вы считаете его врагом пишите мне пожалуйста как как вы к этому относитесь вообще если у вас такое я знаю что немножко наверно у меня так с мужем пишет мирослава есть не не считаю что должна светлана не считаю что должна развязывать эти или что напишите пожалуйста наверно у меня так с мужем я пока быстренько отвечу на тоже на этот вопрос да есть такие отношения когда и врозь плохо и вместе никак вот смотрите когда мы начали с этой девушкой погружаться в ее прошлую жизнь то есть я кагит виду клиента и моя девушка-клиентка она вспоминала свою жизнь прошлую жизнь там где они были вместе со своим супругом и просто-напросто и было там тоже с ним плохо как и в этой жизни но она там дала клятву и клятву они давали магическую они оба а были магической связи то есть у них как было как некая такая община которые они просто клялись какому-то там знаку и этот знак ставили себе на тело и вот это клятва а быть вместе в общении и но служить как бы одному духу бывший муж который в этой жизни и в той жизни он тоже был ей мужем и они там были как муж и жена но он смотрел на нее как бы не с точки зрения как вот любовных таких отношений как когда идет чистая любовь а и он взял ее ну потому что она подходила под те критерии которым должна соответствовать жена а быв таким скажем ну женой такого мудрого мага и так как он не чувствовал к ней никакой любви не чувствовал никакой там привязанности теплоты конечно же он часто любил наказывал командовал ею и ей приходилось все это выполнять но потому что ну скажем то доля до образно говоря в которой она попала она с одной стороны устраивала и ее родители в той жизни они были девочка там воспитывалась таких отношениях в родительских где послушание было очень сильное и она просто это понимала что это тоже ее карма там в той жизни и она ничего не может с этим сделать и приняв еще вот такие магические клятвы оплелись они на крови там и были кости животных она рассказала весь этот ритуал они прожили так какую-то жизнь в итоге она там умерла от того что он просто напросто ее бил 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 и скажем забил до конца а когда произошел выход души а момента умирания то на уровне души она просто напросто сказала о том что я должна была конечно пройти этот опыт я как бы его прошла но у меня такое чувство что я его как бы не простила внутри я его прощала просто кнут губами словами как бы да но мне и нравилось то жизнь и не нравилось и вот это вот состояние и люблю и не люблю да вот просто словами когда говорит человек не от сердца и когда есть еще привязка какие-то клятвы и обеты которые даны там и не сняты образно говоря в прошлом они несут вот эти вот энергетические сильно зарядные моменты в сегодняшнюю жизнь то есть существует память души память души которая как бы не выполнила до конца вот как бы и боюсь и люблю и не хочу и и не знаю что делать на уровне души мы девушка вспоминала еще моменты и разговаривая как душа с душой не как человек с человеком а как на уровне души там в той жизни эти за эти вот привязки или вот этот узел да то что мы говорим который был завязан энергетически связаны были клятвой с этим узлом нужно было что-то делать а существует часто такие методы когда многие люди думают что нужно просто там что-то сжечь разрубить и это все разойдется на самом деле это не так это все происходит временно потому что все делается на уровне ума и логики ума мы как бы визуализируем представляем делаем также какой-то обряд образно говоря но через какое-то время облегчение никакого не происходит и мы все равно продолжаем думать и искать какие-то другие выходы также с этой девушкой поэтому ее цель была понять и исцелить скажем так развязать этот узел кармически который тянется из прошлого когда мы развязывая вот такие вот отношения мы не прибегаем каким-то вот именно в регрессии мы не прибегаем каким-то жестоким техникам все делается именно на уровне согласия на уровне любви когда мы посылаем любовь той стороне когда мы прощаем когда мы осознаем что мы сами как душа выбрали ту жизнь и выбрали эту жизнь тогда вот вот этот узел о котором вообще идет речь он просто напросто растворяется все растворяется только высоких вибрациях только через любовь через понимание часто бывает так что мы допустим прощаем какого-то человека и посылаем ему любовь на уровне опять же ума то есть или вот там прогрессолог сказал сделай сейчас тогда или там ну какие-то свои другие понимания что да я сейчас попрошу прощения и все пройдет часто бывает так что не все проходит конечно же иногда это бывает очень эмоционально как с моей девушкой клиенткой цель ее было растворить эту кармическую связь то что мы сделали но мы не только скажем любовью и светом растворили этот узел а именно отпустили внутри как она как освободилась от чего-то такого тяжелого то что было внутри внутри мы можем как бы уже визуализировать нам кажется что у нас там то-то то то есть то то есть то есть происходит какая еще некая такая такое исцеление на уровне но различных техники практик но только осознав почему зачем для какой цели я как душа там в той жизни а взяла этот опыт и насколько я его прошла и нуждаюсь ли я еще в повторении такого опыта или наоборот обмен скажем обмен допустим там там я вред приношу а здесь добро то есть когда я осознаю что мне нужно пройти в этой жизни как душа я имею ввиду осознаю тогда она начинаю нарабатывать скажем плюсовую карму вы наверно слышали сейчас я буду читать ваши комментарии вы наверно слышали да что можно как бы плюсовать карму как бы или минусовать карму ну это тоже такие выражения те которые идут ну просто-напросто от нашей логики да на самом деле сложно понять когда я прошел какие-то прошла какие-то кармические свои задачи когда нет вот просто каким-то инструментом все происходит именно на уровне души когда человек прощает по-настоящему когда у него нет никаких претензий к другому человеку или к тому который мне не нравится или на которого я злюсь ненавижу ли там еще что-то когда мы отпускаем понимаем почему этот человек мне не нравится или я там почему мне боль причинил когда мы начинаем это отпускать понимать и благодарить за тот опыт который эта душа мне сделала тогда развязываются вот эти кармические узлы вот представьте себе на секундочку да вот например такой момент две команды наверняка все этом школе играли там или ваши дети играли ли вообще вы понимаете что например две команды берут канат и кто кого перетянет а то есть одна команда и другая команда играют такую игру кто кого победит поставьте мне плюсы кто понимает о чем я говорю есть такие отношения когда брось плохо вместе не как жить вместе можно развязать не живя вместе да сейчас светлана хорошо я поняла чтобы мне написали сейчас ярослава тоже на ваших обязательно отвечу хорошие вопросы задали как простить умершего человек да только два человека понимают о чем я говорю да светлана еще вот вот смотрите да цель игры побить чтобы победила сильная команда а а если мы вот эту игру просто вот наложим как бы на свою жизнь если у вас каким-то человеком идет такая же ну скажем игра образно говоря игра в жизнь до борьба кто кого победит и можно конечно же победит тот кто сильнее там скажем но силой но цель души это не победить силой а именно тот кто мудрее кто становится выше на ступень своего внутреннего своей внутренней экологичности что ли так можно назвать когда мы со своей стороны начинаем работать с собой и понимая почему этот человек мне причинил боль то есть понимая причинно-следственную связь нам становится от этого легче и пусть тот человек остается с этим канатом главное что мы его отпустили этот канат и больше не боремся и не переливаем энергию туда-сюда есть такое понимание что а люди вот как мне говорили мой бывший муж мне у меня типа того что как бы забирает энергию мы должны понимать что то опять тот же канат никто не может забрать у вас энергию вы сами и и отдаете то есть вы цепляетесь как крючками друг за друга потому что у вас есть какие-то кармические отношения и когда-то давно именно с этой душой вы договаривались о том чтобы эта душа причинила вам боль для того чтобы повысить свой уровень для того чтобы пройти какие-то уроки которые с этой душой вы не прошли возможно прошлых жизни или наоборот поменялись ролями поэтому говорить однозначно что если кто-то вам здесь причиняет боль потому что вы ему там причинили это не всегда так есть различные моменты возможно с этой дуру то что возможно так и есть что с этой душой вы не одну жизнь проживали и сейчас только встретились а по-любому вы с этой душой проживали тысячи жизней и и были различные истории возможно вы были там я не знаю муж и жена и жили в любви и согласии возможно это был ваш ребенок возможно это была ваша мама или вы были мамой папой или ребенком к этому человеку и конечно же как мы говорим есть какая-то значимая жизнь которая вот действует на сегодняшние отношения но не всегда через одну жизнь можно понять вот эти кармические отношения которые могут уходить далеко-далеко вглубь да есть первичность какая какая-то первичность когда впервые когда-то вы с этой душой могли встретиться и не обязательно планете земля могли встретиться где угодно на любой планете в любой галактике в любой системе солнечной и не солнечной какой угодно вы могли встретиться в животном мире может быть вы за а не знаю за свою самку дрались а вот с этим человеком кем угодно вы могли быть поэтому когда мы прослеживаем какой-то кармические а путь отношений мы не имеем ввиду а что это было один раз и было только однозначимая жизнь к сожалению часто люди приходят на сеанс думая но думая о том что за один сеанс можно конечно сделать все и вылечить или исцелить полностью свою скажем карму да потому что люди приходят немножко не понимая говорят я вот хочу заплюсовать свою карму я хочу знать какие мне кармические задачи а для какой цели я пришла в эту жизнь когда для какой цели я пришла в эту жизнь это понимаем этом это легко понять но какие кармические задачи были у души их было миллиарды миллионов триллионов смотря в какой в каком направлении хочется знать есть конечно какая-то одна глобальная цель то есть какая-то миссия которая душа берет в эту жизнь но но от наш но люди которые встречаются вам на вашем пути вот поэтому я и сказала сегодня что я всегда рада когда есть новые люди потому что это вновь какая-то встреча когда я сегодня вещаю перед вами и вполне возможно что где-то когда-то вы были там мне кем-то с каждым из вас я конечно же встречалась просто так мы не можем встречаться с каждой душой с каждой душой мы заключаем вот эти вот опять же кармические контракты для того чтобы хотя бы на одну долю секунды встретиться в этой жизни чтобы хотя бы обменяться энергией это люди с которыми вы могли ехать в автобусе это люди которые у вас стоят магазине там где-то в очереди или просто на одной территории или ваши соседи в соседнем подъезде вы могли их вообще никогда не знать и увидеть один раз душ на самом деле но их такое количество что логическим умом сосчитать конечно невозможно да мы можем узнать например и спросить уточнить для себя сколько было у меня скажем кармических отношений негативного например плана когда я в мужском теле например там восемнадцатом веке там десятом веке до нашей эры или времена иисуса или там еще да вот можно как бы углублять 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 как бы свое намерение и выйти на какую-то определенность на одну какую-то на какое-то одно предложение для того чтобы как бы вот ну как как можно как больше углубиться для точности и до выйти на какой-то там на какие-то понимания но опять же вам откроется именно то что вы спрашиваете поэтому как бы исцелить полностью карму многие это уже сделали образно говоря но многим еще это не удается а мы приходим в этот мир с каждой со своей задачей еще раз те люди которые с вами сейчас они нам помогают выполнять то предназначение души которая душа решила ну скажем в этом воплощении пройти очень печально иногда многим слышать о том что те люди которые вам причиняют боль а вы ну вы сами захотели да вы сами подписали с этими людьми контракт чтобы они вам причинили боль те души которые те детки которые умирают это тоже контракт и душ души когда вы заключаете контракт для того чтобы вот ребенок именно так прожил эту жизнь и нет разницы для любви нет разницы во времени времени как такового как бы но не существует как мы понимаем и время исчисляем здесь и сейчас на планете земля потому что здесь так нам удобно и так здесь выстроена структура там у нас здесь дуальность и мы живем по часам на на самом деле для души для человека есть время то есть мы даже разделяем там на детство на такую на молодость до на средний возраст на старость то есть мы всегда все делим все говорим у нас есть паспорт и мы у нас есть часы у мы все проверяем потому что мы как личность но с точки зрения души времени не существует поэтому душа всегда находится в любви какую бы жизнь она не прожила кармические тяжелую или скажем легкую иногда бывает так что иногда а как разные моменты бывают и допустим душа проживает тяжелую кармическую такую жизнь она может какое-то время но отдыхать не идти в какое-то воплощение взять себе образно говоря отпуск и какое-то время не воплощаться но всегда душа преобладает в любви и когда мы на уровне души посылаем любовь своим врагам своим тем которые нас здесь и сейчас обижали когда мы понимаем почему это тогда происходит чудеса если мы стопоримся если мы с точки зрения логики начинаем говорить а чуть и я должна или должен там простить честь чего я должна там прощать он не такую боль принесли она мне такую боль принесла ли нам по меня украла что-то ли разорила там или что-то еще как я могу простить допустим того убийцу который например там сделал вред моему ребенку или что-то еще вот в этом заключается и кармическая вот это вот задача выйти из этого круга и стать выше отпустить вот этот канат потому что смысл смысла нет бороться когда мы боремся с какими-то болезнями только через понимание вот этого кармического корня почему эта болезнь у меня сейчас есть мы начинаем ну как бы развязывать вот эти узлы когда мы только локально действую например на тело лекарством каким-то или уколом мы лечим только это место но человек не есть просто сердце просто легкие просто печень человек есть полностью тело и конечно исцеление идет метод от уровня плотного тела от уровня исцеления души когда исцеляем свои мысли когда мы исцеляем и понимаем причину о том что нам было выгодно иметь такую болезнь или иметь такого супруга или иметь такого там бывшего супруга или иметь таких детей и таких родителей что мы сами их выбрали для того чтобы пройти какие-то уроки тогда происходит развязка вот этих вот узлов иначе никакой огонь никакой никакой меч не разрубит этих узлов кармических которые были где-то завязаны образно говоря на уровне на более высоком уровне когда вы еще не были воплощены когда душа приходит тело человека и проживает какой-то опыт на каком-то периоде жизни вот этого узла например нет но приходит момент когда вы начинаете знакомиться например с каким-то человеком и впервые что может быть он сразу может быть врагом да образно говоря или никаким человеком но есть и есть или человеком которого мы любим то есть это опять разделение то который есть у нас так вот с каждым же все равно человеком а вы заключили контракт с каждым поэтому многие говорят еще о том я должна была выйти за него замуж или там наоборот а мужчина о женщине может говорить я должна была выйти за него замуж но вот мне родители там не разрешили и я очень жалею там всю жизнь или там не всю жизнь но часто вспоминаю и ну скорее всего жалею и мы тогда копим себе боль копим себе злость копим себе эмоции негатив и можем направлять на своих там родителей и которые запретили когда-то например выйти замуж за какого-то человека так вот опять же здесь завязывается вот этот завязан этот кармический узел и если мы несем всю жизнь вот эту злость вот эта злость и есть тот узел который нужно просто напросто осознать а через любовь но ни в коем случае не не рубить его разрубая этот узел у вас все равно как бы остаются вот эти вот кончики но вот представьте себе вот опять же этот канат и и двух человек которые или команду которая тянет этот канат но разрубили вы пополам что происходит в руках все равно остаются вот эти куски огрызки образно говоря и они по нр по энергии они все равно сойдутся если смотреть на уровне на уровне энергии или того плана мы просто видим например двух человек которые завязаны каким-то шнуром образно говоря никаких шнуров не бывает но энергетически до завязаны какой-то энергией и если один человек растворяет начинает как бы повышать свои вибрации рак но образно говоря как мы говорим работать над собой занимается собой сама саморазвитием до самопознанием этот человек автоматически немножечко поднимается вверх а когда человек автоматически немножечко поднимая свои братцы и поднимается вверх он как бы уже начинает понимать и смотреть но как бы другими глазами на вот эту ситуацию которая происходит и если вы поднимаетесь то вот этот выпуск скажем так вот канат он начинает натягиваться вам некомфортно он начинает вас тянуть вверх и вниз на те же отношения и тогда вместо ну как мне становится некомфортно я хочу с этим что-то сделать разрубила посередине и поднялась якобы вверх так вот этот кончик и вот этот они энергетически были на одной вибрации они найдут друг друга и притянут вас опять на эту ступень и вы опять будете думать о том что все таки какое-то время идет облегчение а потом опять все возвращается на свои круги карма вот образно говоря не отработано не отработан этот момент но если вы со своей стороны отпускаете этот канал не разрубаете отпускаете у вас нет вот этого кончика от этого каната вы тогда можете подняться на любую ступень и пусть та сторона вот этим канатом как бы ищет вас вы выше нет тогда есть просто память есть то что было но вас это никак не задевает у вас внутри чисто свободно там любовь и когда вы понимаете что тот человек просто-напросто он обделен и он не может чувствовать такую же любовь и он смотрит а иначе на мир не так как вы вы были уже там вы были там и вы понимали что перед перетягиванием этим вот таких вот отношений но как только вы отпустили руки то есть развязали руки вы поднимаетесь вверх и вам уже неинтересно там но вы помните о том человеке посылаете просто ему любовь потому что вы начинаете работать и повышая свои вибрации а вы начинаете сиять сверкать по-другому для вас вот этот кармический шаг он он закрыт вы выполнили то что вы хотели вы же не зря с этим человеком встречаетесь то есть до каких-то кармических задач так вот понимая какую задачу вы несете друг другу вы можете легко это ну скажем если это мешает вам вашем продвижении вы можете легко освободить себя не не прибегая к каким-то просто жутким инструментом о которых я уже сегодня говорила только любовь и вот на том уровне вам встречаются другие души которые смотрят с вами в одну сторону у которых тоже есть энергия то которая есть у вас потому что у вас теперь уже этой нет энергии с которым вы были с этим человеком связаны вы ее вы понимаете что им ему просто не хватает или ей не хватает любви и вы как солнце начинаете сиять а солнце просто есть она просто есть она просто сверкает это теперь каждый уже понимает брать мне это солнце или не брать в тени не прятаться потому что я боюсь что сейчас ожоги получу или я как бы свободно принимаю это солнце и радуюсь ему то есть это уже выбор каждого человека мы с вами сегодня такую маленькую игру поиграем и в конце а небольшую медитацию проведем но эта игра как раз таки что то что я просила если у вас ручка с собой и бумага есть мы с вами просчитаем просто свою как бы миссию и а те задачи на котором как бы вы приходите в эту жизнь это очень быстро легко я не знаю если кто то скажет что это нумерологии значит нумерологии не нумерологии не нумерологии я ее с другой точки зрения смотрю а поэтому мы с вами сейчас поиграем но прежде чем нее играть и я хочу прочитать ответы и ответить все как бы всем кто так что я вам еще приготовила да я про карму уже говорю тут конечно слайдов много текущая кармические связи но понятно так расплата за содеянная бонус за благие дела то есть никто нам никакой на как бы нет над нами никакого ну скажем того злого дяди бога который нас там ругает за что-то или там не ругается что-то бог есть любовь и вы и есть частичка бога так вот смысл и цель каждого человека это вспомнить себя истинного да это не то что красивые слова это выйти на те вибрации которых вы начинаете ну чувствуете себя богом вы поет вы должны просто понять что тот человек который вам сегодня если вы считаете кого-то врагу он тоже бог понимаете так же как и вы просто есть кармический договор есть просто договор для того чтобы этот человек вам сделал боль чтобы вы прошли свой урок который вы не прошли где-то только осознавая это через регрессию мы четко начинаем понимать и иначе локально можно все что угодно придумывать лапки заплатки ставить на свою жизнь чуть-чуть поработать с чем-то почувствовать некое такое легкое облегчение и все но когда мы до конца когда мы видим в своем враге что это тоже душа которая мне сейчас преподнесла урок дабы еще раз бывает болезненный но мастерство и цель наша выйти из этих отношений через любовь поэтому светлана елена я думаю что я как бы вам ответила регина пишет написала что-то непройденные уроки где-то да я сейчас уже отвечала где-то это непройденные уроки а где-то не только непройденные то есть есть урок который да я не я как душа не прошла и я подписываю такой кармический договор с какой-то душой не с одной а с там тысячи медальны для логики душами с которыми я заключаете договора и до такой степени я точно их заключаю а именно так как существует на планете земля дом до миллисекунды что может произойти в следующий момент и с кем я встречусь да не без этого бывают форс-мажор и бывают форс-мажоры но если вы чувствуете вот как многие говорят о и я простила своих родителей я очень много работала я проходила там тренинг по прощению по прощению да я там письма писала родителям но вот что-нибудь такое вот бывает спросишь и человек начинает опять возвращаться свое детство вспоминать какие-то наказания от родителей да то есть какие-то моменты когда злость была на родителей или обида какая-то там или не могли в тот момент сказать что-то но своим родителям потому что ну как в семье вот так принято что нельзя уговорить родителям то что ты думаешь и потом конечно же мы там имеем какие-то болезни но как бы не 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 сейчас не об этом но именно осознав только только осознав мы это понимаем и вот многие говорят да я не не простила о вернее я простила родителя сейчас я понимаю что там столько много всего еще да потому что сама причина вот того контракта вам непонятно и возможно вы заключили контракт надолго и не пройдя здесь его цель была все-таки пройти этот урок с этими родителями и понять до какой цели вообще вы проходите вот вот эти уроки тогда вы можете воплотиться вновь в другой жизни но в будущем и опять взять этих родителей себе потому что здесь и сейчас в этой жизни вы не прошли с ними уроки и это будет повторение кармы это не обязательно бумеранг опять те же родители могут быть вы опять можете быть этим же человеком скажем так пускай будет тело другое но отношения будут те же самые если не прошли ну или подобные вы можете поменяться ролями вы можете телом поменяться потому что тело наше ну скажем так эксклюзивно она дается один раз никогда больше не повторяется как отпечатки пальцев ни одного человека нет похожих ни одного человека нет похоже судьбы ни у одного не у детей которые рождаются в семье не у близнецов не у двойняшек не у тройняшек у всех все по-разному под они рождаются в одном роду в одной семье и у них все равно даже время рождения на одну минутку на одну секунду но все равно будет отличаться и естественно опыт который они пришли как души они у них разный один ребенок может хорошо учиться другой плохо близнецы там дали двойняшки кто-то все равно будут разные что-то будет другое не будут одинаковые двойник есть у вас у каждого человека на земле есть двойник полная копия вас он может быть на вид другой он может быть пол иметь другой но это немножко иное а как раз таки вот об этом я говорю в своей школе но тем ученикам когда приходят на обучение так 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 это я уже отвечала до светлана мне весы с кнутом и пряником да я просила светлану дописать воплощение души с плюсами и минусами ну да да светла наверно меня так с мужем мирослава есть но не считаю что должна мы не должны никому ничего действительно светлана и так гласит один из законов вселенной что мы никому ничего не должны но если мы хотим быть осознанными если мы хотим здесь сейчас выйти за пределы того по той грани которой мы сами себе литой клетки которые мы сами себе делаем то тогда мы немножко иначе говорим потому что закон действительно так и звучит никто никому ничего не должен но на планете земля законы существуют и мы знаем законы и налоговые и гражданский кодекс и конституция и все что хочешь и какие хочешь законы и есть какой-то материнский долг все равно как бы мы это не хотели но есть мамы которые действительно ничего не должны своим детям по-разному же разные мамы есть и папы разные есть поэтому конечно же у нас есть осознанность как личность поэтому человек он не состоит то из души и логики но и духа да как бы духе душа это немного разное понимание елена да есть такие отношения когда в рост плохо и вместе не как да елена и вот когда такое вот есть когда в рост плохо и вместе не как это и говорит прям вот четко конечно же нота связи этой кармической просто нужно понять какая психологи вы сказали какая выгода в том что а вы там но не расстаетесь с ним там или что-то еще можно понять и эти глубинные программы которые мы сами себе устанавливаем внутри да и нет ну как бы не осознаем потому что подсознательно все происходит а подсознательно это на уровне может быть души или на уровне интуиции но нужно конечно же просто понять что почему для какой цели что вы еще скажем или не выполнили друг для друга или почему это есть вполне возможно что просто какие-то клятвы с прошлого они часто очень часто бывают нашей жизни когда как люди говорят но мы люди да пословица есть такая как чемодан да и выкинуть жалко и тяжело нести или как-то что-то еще но это так чисто улыбнуться жить вместе можно развязывать не живя вместе да действительно и для души как я говорила вот там был вопрос можно ли у мирославы можно как простить умершего человека а какая разница этот человек но умерший с точки зрения реинкарнация мы как бы не говорим мы говорим ушедшего да но тем не менее мы понимаем о чем сейчас вопрос тело умирает а душа нет душа идет следующее воплощение набирая этот опыт и если вы чувствуете на уровне души что вы что-то не сказали не договорили что вы недолюбили что вы хотите попросить прощения что вы хотите ну такое слово раскается хотя там не знаю насколько она вам откликается внутри если вы хотите что-то спросить всегда это можете сделать вы всегда это можете сделать нет времени для души и поэтому нет как бы для души нет вот этого пространства прошлого будущего и ну как бы есть только вот миг находясь здесь и сейчас в этом миге как человек мы только можем памятью до своей возвращаться в прошлое или хотим знать свое будущее и мы как бы понимаем что прошлое может наложиться на наше будущее то есть сегодняшними своими действиями и поступками если мы будем нести как говорится камень за пазухой но тогда мы вот это прошлое как бы накладываем на свое будущее как вот просто ленту берем и перекладываем на 2 и она просто будет отображаться не вполне ну как бы тут нет логики что прям конкретно через те же промежутки времени хотя вполне возможно изменить будущее можно сегодняшним моментом отпустить тех кто кто есть тот человек который сейчас живет мы же не говорим о том что надо купить билет заработать денег поехать к нему позвонить в дверь и вот вот этот вот этот делать нет все происходит на уровне души мы также можем купить этот билет туда в тот мир где находится наша душа то есть пространство света пространство любви и пригласить аспект души памятью своей того человека которого сейчас нет потому что когда кто-то умирает на первую очередь жалеем себя не того человека который умер а себя как же я теперь буду без тебя жить а как я теперь вот это буду делать а как я вот это как я вот это решу то есть всегда идет на я как я буду это как и что что со мной теперь будет но так люди устроены но так люди устроены поэтому если хочется как бы простить человека кто вам мешает это сделать вы тогда освободите себя от от этого кармического узла от этой кармической связи которая вполне возможно вы направляете направляете туда свое внимание куда внимание туда и кровь и мы постоянно начинаем думать до начинается потом угрызение совести вина и все 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 что хочешь просто раз как бы навсегда освободиться от этого поблагодарить этого человека то что вы сыграли друг для друга этот сценарий жизни мы как артисты на сцене жизни находимся и у нас просто каждый раз новый спектакль новый день наступает мы не знаем что в этом что будет в течение дня все что угодно но есть какие-то определенности да я пойду на работу я пойду в магазин менда поликлинику мне надо там купить билет я там буду путешествовать то есть мы как-то планируем свою жизнь но мы можем ее в один миг перепланировать вы могли прийти на этот вебинар могли не прийти это же ваш выбор и и это мой выбор выступать а как бы перед вами потому что у нас также с вами есть какие-то моменты я именно выбирала сегодняшний день не думая да по каким-то своим моментам когда у меня свободное время когда мне нет учеников когда мне нет клиентов когда я более свободно мне комфортно а выступить было сегодня и вы тоже сегодня выбрали время чтобы что-то услышать возможно все что я говорю вы все это знаете просто кому для кого-то это какое-то но подтверждение того внутреннего знания внутреннего я что я это все знаю уже откуда-то все что она говорит я все это знаю или чувствую что это так или наоборот протест какой-то и каждый сейчас будет воспринимать мои слова так как он воспринимаете своего мира потому что то что понятно для одного для другого совершенно темный лес абсолютно он может быть не согласен абсолютно потому что люди как бы тоже вот идут вот по вот этим вот но образно говоря по этажам как мы как мы говорим смотря кто с какой миссии пришел сюда кто-то набираться опыта а кто-то отдавать этот опыт кто-то пришел учителем кто-то пришел учеником кто-то пришел нести зло кто-то пришел нести добро кто-то пришел работать врачом хирургом а кто-то должен быть клиентом пациентом чтобы лежать на этом хирургическом столе чтобы ему делали операцию то есть мы сами выбираем себе эти сценарии светлана пишет не тянуть его на себе как ермо можно помогать на расстоянии если есть такая потребность да 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 главный признак пройденного урока это отсутствие эмоций когда перестает ситуация цеплять эмоционально тогда все ситуация пустила или она вот просто поклон действительно вот просто вот до отсутствие эмоциональной вот этой вот нити дам про которого я говорила когда мы смотрим на этого человека вот уже с высоты вот когда у нас как я вам говорила когда мы тянем вот эту эмоцию друг другу потому что не он тянет у вас а вы тоже тянете у него не бывает так чтобы просто вот он кто-то из вас высасывает энергии вы также ему отдаете вы думаете об этом вы злитесь и вы отдаете этим энергии вот она эта линия но когда мы полностью отпускаем когда у нас внутри ничего нет и столько свобода и любовь но не жалость к тому человеку не осуждение к тому человеку а именно другой уровень когда свобода когда ничего не цепляет как пишет елена эмоционально вот тогда связь вот это растворяется вот что такое вот идет растворить кармические узлы и связи у меня отец светлана пишет 2 3 муж как одно целое они были родственниками у них был договор меня мучить договор заключались и вместе вы и и муж ваш и отец и первый муж и 2 и 3 все сме у вас контракты с каждым и очень часто когда мы смотрим родственные души мы понимаем то что он ближайшая от группа душ которая для вашего но в вашей монадической семье находится да это как раз таки чаще всего бывает ближайшие родственники но не всегда но чаще всего это мужья братья род а там папа мама дети двоюродные братья и сестры то есть некий вот ближайшие родственные души договор вас мучить вы подписали с ними сама вам нужно пройти именно этот опыт если вы если вы не расстались с теми людьми которые как бы вас мучают значит вы еще не закончили тот договор хотя вы как говорит к район а вы можете в любую секунду земного времени эти договора расторгнут то есть развязать вот именно вот эти кармические связи чувствуя внутри что мне плохо и я все равно живу с этим мужем но это же вы живете с ним даже никто не заставляет образно говоря это если конечно вас связали посадили иск на цель но тогда вы не можете ничего сделать это форс-мажор о котором я могу сказать но если вышли всю жизнь сидите на цепи то есть сразу включается логический ум ой ну а как же у нас же дом у нас квартира у нас кредит у нас общие дети а что скажут люди а что скажет там это мне надо что-то делать у меня нет денег я не работаю как же я буду жить все что угодно у вас договор и вам нужно пройти этот путь и если вы в конце концов приходите к тому что я устала я больше не хочу вы просто благодарите ситуацию благодарите всех кто с вами был разворачивайтесь и уходите и не то что это мне легко говорить а это так и есть какие виды души существуют и карма относятся какой части души если так можно сказать спрашивать диана какие виды души ну душу на виды мы их не делим образно говоря но вообще существует как бы а в понимании что есть души древние есть души молодые и есть такое понимание что души шатуны и да то есть душа которая сразу не воплощается потерянные такие вот души и душе можно сказать что она там частично частички души где-то да на самом деле это некий такие капли энергии где мы воплощались прошлых жизнях мы всегда оставляем какую-то частичку души поэтому у меня в школе а все ученики проходя вспоминая свои прошлые жизни они как бы собирают свои части души когда мы куда-то заглядываем наше внимание уже туда и идет и когда мы осознаем и понимаем причину того что мы сейчас вспоминаем хотим знать мы уже исцеляем то пространство закрывая какие-то свои там вот эти вот задачи узлы и все что угодно потому что в одной жизни мы можем вспомнить как мы там владели каким-то искусством другой а жизни мы можем вспомнить свои таланты в третьей жизни мы можем там на понять причинно-следственная связь почему у меня такой муж или такая болезнь но тем не менее только через прощение через принятие той ситуации и осознав ее до какой цели она нужна мы начинаем забирать как бы частичку себя и и конечно же наша задача как здесь как развитых таких вот душ это стать целостным сколько этих жизней у нас было невозможно сказать не существует такой цифры чтобы можно было сказать сколько у нас было жизни нет такой жизнь нет такого исчисления для логики ума будут можем назвать цифру сказать да можем сказать сто восемь сто сорок четыре да потому что у нас есть сакральные цифры но это не так мы можем понять сколько у нас было например там больше было у нас мужскую мужских воплощений или женских воплощений вот это легче осознать понять или каких мужских жизнях мы были например там маньяками маньяками убийцами или каких а там а мужских жизнях мы были там певцами добрыми или там не знаю служителями какими-то церковными или буддизм или там где-то еще то есть все что угодно поле открыто черпать сколько угодно можно поэтому какие души вот когда душа молодая приходит вы наверное видите людей которые ходят с такими широко открытыми глазами и все им интересно все хочется знать познать и например другой человек должен как же может не понять там какую-то элементарную там штуку другие души приходят древну как древние которые уже столько раз воплощались и вот такие моменты но практически сейчас очень много а древних душ на планете земля но очень много приходит и молодых душ детки сейчас рождаются очень умные грамотные до солнечные детки радужные интарные сейчас волна идет интарных деток то что раньше мы говорили дети вандеркинды сейчас но в новое время сейчас дети приходят с новыми энергиями души а тоже повышает свои вибрации у них на другие немножко глобальные задачи стоят исцелить мир землю пускай как бы то не грандиозно не звучало но они приходят более осознанными они помнят свои прошлые жизни и даже мы родители которые сейчас уже дала допустим себя посмотрю на своих родителей какие мне установки ставили мои родители и какие уже там я с дочерью своей и дочь своим деткам уже до моим внукам говорит но отличаемся же мы и уровень души конечно же разные но еще зависит конечно же от того а что нужно душе пройти очень у меня среди учеников прям вот хороший десяток соберется тел душ которые просто мне говорили вот вода у меня такое чувство что я мне вообще никто не нужен здесь мне не нужны родители мне не нужны нужен дом работы и вообще ничего не хочу я я хочу вот вот что-то такого потому что мне грустно тут на земле люди приходят ко мне в школу для того чтобы познать что им делать дальше какая-то печаль внутри и мы понимаем что оказывается есть контракт когда душе уже не надо было воплощаться она уже она уже как бы закончила свой кармический путь и нужно было просто уже выходить другое другое измерение но есть души с которыми часто 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 воплощаемся и просто одна душа как ни одна ученица говорила на мне просто умоляла прийти с ней в эту жизнь потому что она в прошлой жизни и часто во многих жизнях мы были вместе 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 просто я уже как бы закончила свой вот этот путь на планете земля но связи с тем что у нас такой был контракт и на так просила я и как бы дала свое согласие на воплощение а это душа здесь просто-напросто мама и ее долг был той души просто родить ее и теперь вот эта душа моя ученица она здесь живет понимая что она может давать знания людям легко выходить в ченнелинговые считывать послание выходить другое пространство и так и такой человек никогда там не повысит не понизит вибрации и не пнет извините за мой французский бомжа на улице она просто понимает каждый вот майку каждый мы из моих учеников понимает что все люди проходят свой опыт и когда мы понимаем что мы бомжами были прошлой жизни и какой зачем душа брала тот опыт мы здесь и сейчас начинаем просто-напросто как бы понимать это это не значит что там обниматься с кем-то да но но и не осуждать что это тоже бог можно конечно сейчас все перевернуть и говорить все что угодно но значит тот уровень на котором вы сейчас находитесь немножко разный своим поэтому я никогда никому ничего не доказываю просто говорю со своей со своего этажа на которым я нахожусь потому что я тоже начинала путь самопознание себя мне тоже было интересно кто я зачем я когда-то а теперь я вышла на другой уровень и я понимаю кто я зачем я и выполняю ли я свое предназначение на планете земля может ли быть такое что я должна научиться себя защищать и показывать окружающим где их места как понять задачу пишет ольга ольга задачу можете понять через агрессию можете прийти к нам школу да и мы там очень хорошо разбираем эти задачи сегодня мы с вами сейчас уже будем играть как говорится вы но это будет совсем не то что регрессия это просто чисто так немножечко развеется поэтому что вы должны научиться почему у вас слова защищать идет и я не знаю не потому что я глупая а потому что я не знаю какой у вас уровень души и что ваша душа почему ваша душа должна защищаться научиться себя защищать от кого я не знаю какие учителя вокруг вас я не знаю какие вы проходили курсы тренинги почему у вас именно такой вопрос это все можно понять легко вот просто легко погрузиться и узнать погрузиться в глубь себя свое свой мир и спросить у своей души и это делается просто вот очень легко но ну как бы с моей точки зрения не существует лучшего инструмента чем регрессология потому что это вы только вы знаете свой путь никакой другой там не знаю человек который со стороны пытается вам сказать какими-то другими инструментами это будет все равно мира того человека который вам об этом говорит если мы будем сейчас я вижу что очень много этих вопросов мы сейчас с вами возьмем ручки и бумагу и просчитаем свою дату рождения сейчас показываю файлик и обязательно отвечу на все вопросы пожалуйста не расстраивайтесь я а вот как раз на мирославе здесь вот от этого буду потом читать давайте сделаем сейчас так вы наверное все умеете считать если у кого то есть ручкой бумага просто запишите свою дату рождения и сосчитайте цифры допил первого до целого числа вот у меня пример а если допустим вот и я поставила например дату своей внучки а вы записываете свою дату месяц и складываете каждую циферку до 1 до единичного числа единичные числа могут быть у вас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 любая из цифр то есть складываете все полностью и напишите мне потом какая у вас цифра получилась еще раз повторяю что все кто писал я вам отвечу на ваши комментарии обязательно так да вижу регина 6 валентина 9 валентина у меня тоже 9 а мирослава 7 как у моей внученьки машеньки так светлана 6 светлана 3 светлана руссо 3 татьяна 3 елена април 9 тоже девяточка завтра в 16 это кто мальчик или девочка всем цифра татьяна 6 ирина 7 алена 5 ниночка 2 елена 2 да диана 11 это 2 до 1 плюс 1 потом складываем ольга 3 александра привет шестерка шестерочка ну хорошо смотрите мне сейчас ваши циферки как бы ну что-то уже говорят но тем не менее очень как бы легкий расчет вот следующий файлик а сейчас просто смотрите находите свою циферку и я конечно же чуть чуть вам сейчас чего чего не перелистывается сейчас дорогие сейчас сейчас секундочку ой опять не туда все смотрите я подготовила вам табличку эту и и вот находите свою цифру и просто вместе сейчас с вами смотрим на эту табличку и что она нам говорит единичка бог эго двойка выбор между добром и злом тройка здоровье энергия нездоровье четверка учитель и учеба или просто учеба как не на не видите что никто не видит табличку напишите мне пожалуйста не видите в слайдик ответьте пожалуйста мне видим ну ниночка ну вот а я не знаю а с телефона но я я елена я вслух буду говорить поэтому для себя можете как бы писать под мой голос если у вас ручка и бумага рядом или просто потом видите да но с телефона ну вот не знаю телефона конечно четверка учитель и учеба или учеба пятерка материальные блага или безденежья нищета 6 любовь красота творчество или разрушение семерка семи единства погашение кармы или накопление кармы 8 победа над слабостями или искушение попадания в негативной ситуации девятка высшая гармония высшее знание или знание вот теперь кто так елена с телефона или на что у вас было счет давать его девятка да у вас было ну вас девяточка как у меня тоже поэтому вот елена с телефона это получается уже человек который как бы достиг прошел много вот своем скажем так кармическом моменте прошел много но это не значит что тот кто единица прошел мало это немного не так это конечно же вот то о чем я вам говорила это некий инструмент которым уже кто-то просто записал общее для всех у кого единица представьте себе дорогие мы все разные мы можем примерно ну скажем доверять каким-то цифрам ну не каким-то извините не хочу никого оскорбить нумерология великая наука да потому что она тоже касается и сакральной геометрии да и у нас много все состоит из цифры мы живем мире цифр но я хочу что сказать на примере этого понимаете вот когда дата рождения дата рождения она не изменяется вот вы родились такого числа если только сами не пойдете в паспорт не перепишите другую дату или там наши бабушки когда там во время войны там терялись документы и все остальное они ну как бы примерно им записывали какую-то дату или там кто-то в армию на войну хотел уходить тоже наши деды или праведы писали какие-то себе другие даты да и это может быть такое да но если искусственно что-то меняется но если дата извините если дата известно пишет человек числом 9 побил меня который с числом 3 темористка ладно сейчас объясню что говорилось что да если человек родился в это время определенная дата вот она определена для планеты земля то есть у души нет даты душа для нее нет а вот для человека когда душа воплощается в тело человека для того чтобы человек прошел вот этот путь душой как говорится о полных комплект что человек прошел путь на земле вот он должен ну как бы согласно своей дате рождения проходить как какой-то на скажем так путь но надо конечно же всегда обращать внимание какие еще цифры стоят а да или на в этом час я скажу какие цифры стоят в дате что ж такое извините вот обратите внимание я вернула слайд то есть день рождения день рождения это говорит как бы с чем вы пришли уже с каким багажом вы пришли сюда в эту жизнь до 10 до единица 1 плюс 0 она будет единица а месяц рождения что с этим делать ну то есть тут 12 я просто показываю по примеру да а вот на примере даты декабря то есть тут мы все равно там складываем месяц рождения говорит что с этим делать а год рождения что из этого должно как бы получиться к чему вы должны прийти то есть общее число это как бы ваш путь это ваша как бы миссия и вот просто поэтому число мы сейчас кратенько просто пробегаем если вы например в итоге есть у нас единички ну-ка единички есть вот те которые написали сейчас возвращаюсь смотрите никто не написал единичку до двоечки есть единички ни одной нету может быть те кто не написал у кого-то единичка нет или на апрель до 1 плюс 0 как раз таки единичка до моя хорошо или на я буду вам сейчас света единичка смотрите вы должны просто сами себе задать вопрос что такое эго и что такое бог а то есть у нас дуальность мы все делим на хорошее на плохое как мы уже сегодня с вами говорили вы это прекрасно знаете мы все делим то есть у нас есть такая такой еще библейское писание что все идет ведет по паре парность да имеет поэтому у нас есть такое заблуждение что карма если сделал плохое то будет хорошее ну это опять же немножечко другую сторону но это это близко к этому так вот внутри себя вы должны понимать что если вы в этой жизни больше склоняетесь к логическим моментом больше склоняетесь к логическим моментом и живете с точки зрения я ну не поп земли но все должны как бы что-то вам должны вы не можете простить обидчика а вы как бы смотрите здесь очень тонкая грань вы должны не не то что опять должны до слова должны вот как бы высвечивается у меня но тем не менее вот этот путь который у вас сейчас на земле считаете ли вы себя богом и тех людей которые вокруг вас если человек говорит о том например что я смогла сделать то я вот такая великая я могу то я могу простить могу не простить я ник никому ничего не должна даже детям вообще там и родителям и вообще как бы я я имени меня когда у человека вот идет немножко вот такое вот больше больше эмоционального я то скорее всего вы живете в единичке вот именно эго если вы живя в единичке понимаете что вы есть то первичность душа тот бог и люди которые вокруг вас это тоже частички души как божественные искорки это тоже боги когда вы благодарите творца создателя бога за то что он помог вам сделать что-то а не то что это я такая сделала а вот а благодаря вот как бы вот смотрите когда мы болеем мы как бы начинаем говорить за что меня бог покарал за что меня бог там это дает а как бы вот как бы бог сразу уходит в минус как только идет какое-то улучшение если человек понимает и говорит слава богу спасибо тебе господи да что благодаря тебе это не то что как бы молитва на хотя почему бы и нет когда человек понимает что не он пуп земли а что он как бы своими божественными руками благодаря богу а вот вышел в это в любовь а бог это любовь когда вы начинаете любить себя в первую очередь и вот здесь вот идет опять путаница эго и бог когда человек говорит я не могу любить себя я люблю кого угодно ребенка мужа сестру брата маму папу там еще кого-то еще кого-то и забывает даже о себе тогда вы не на стороне бога так ну как бы вам еще нужно проработку как бы такая проработка выйти в состоянии бога то есть ваша единичка она может меняться пожалуйста только услышьте меня правильно это не есть плохо или не есть хорошо это ваша задача это ваш путь на планете земля для того чтобы выйти в состояние вот этой божественности но человек человек именно живет в разных состояниях кто-то ну как бы как бы мы учимся любить всех и это задача всех нас начиная вот и девяток и восьмерок всех это первый такой вот момент когда мы чувствуем себя богом но когда человек сначала говорит у него есть такие эгоистичные моменты но в итоге он понимает что не только он а благодаря еще как бы высшим силам да и своему высшему я с ним происходит чудеса он начинает как бы подниматься на другой уровень и здесь идет ну уровень какой уровень двоечки когда человек начинает понимать что такое зло и что такое добро если он вышел в состоянии бога если он уже справился с этой задачей и начинает ну скажем развязывать свои кармические узлы те которые мешают ему в продвижении не дает там свою энергию не кричит там на базарах где-то там или что-то еще посмотрите сколько людей все равно вокруг нас есть и когда мы выходим из этих ситуаций спорных каких-то там базарных или каких-то еще просто напросто понимая что им нужно сейчас было встретиться для того чтобы выпустить этот парк когда вы не вступаете в такие отношения а благодарить эту ситуацию что вы были просто свидетелем что вы уже вам не интересно играть в такие игры или допустим не интересно общаться с какими-то людьми с которыми вы общались там 20 лет назад что вы выросли уже из тех отношений вы вышли в другое состояние значит вы идете по пути самосовершенствования и когда вы видели по пути самосовершенствования вы понимаете что такое добро когда человек не выходит в это состояние все таки он идет с точки зрения эго и конечно же у него есть это зло внутри он не может с ним справиться потому что его нет понимания у него есть четко белое и черное у него бог церкви конкретно нужно принести туда какой-то дань и бог только на иконе и молиться нужно только в церкви они внутри когда человек разграничивает вот это когда он понимает что если например мой бог в церкви в русской но в другой церкви тоже не бог это уже там другая религия или там что-то еще когда зацикливаемся вот на это но когда мы начинаем понимать что бог не в церквях а что он в душе и а он везде когда мы начинаем понимать вот именно вот это и а у нас начинает быть вот этот вот эта вторая ступень добро вам как бы дается образно говоря дается чаша вот этого добра потому что тот кто идет из эго он не увидит этого добра он другими ножка глазами будет смотреть двоечки просто подумайте как вы идете по жизни потому что у вас и 1 2 уровень да то есть ну как бы 1 2 с первого как бы возможно уже ушли тот кто на первом значит смотрите какая на каком вы этапе и что вам нужно а сейчас сделать или прочувствовать любовь к себе потому что тот кто на двойке он уже понимает что это такое у у него уже этом это уже было и вполне возможно тот кто на семерке тоже скажет я не знаю как это любить себя но в эту жизнь мы пришли уже проработав это все тройка у него здоровье энергия или нездоровье если человек вот с правой стороны да то что он живет в энергиях от этого эго или понимание что я пуп земли образно говоря не обижайтесь я просто слова подбираю там много много всего человек держит зло за пазухой не может увидеть во враге своем там или в ком-то светлую душу и и понять что он тоже бог что он такая же душа и это контракт ваш всего лишь тогда человек начинает думать а когда человек начинает дом начинает злиться агрессировать что происходит человеку выходит в умение начинает болеть именно с этого состояния когда человек начинает болеть попробуй докажи ему что его обидчик это бог человек не будет слышать троечки если у вас есть какие-то часто вы болеете обратите на это внимание потому что именно нужно как раз таки наверное чуть добрее да и добро сначала к себе потому что есть самообман ой да я и так люблю себя а когда начинаешь говорить элементарно извините все взрослые люди я думаю здесь когда просто говоришь какой-то носишь белье да ладно там чё понимаете любовь к себе это во всем сказывается не вступать вот в какие-то дали передрязги не просто даже не значит что прям целовать свои ручки сидеть тут а а это совсем по-другому другой уровень и когда человек начинает понимать что люди вокруг него потому что это контракт и все люди мне даны для того чтобы я прошла какой-то уровень или как прошел какой-то уровень поэтому да и как бы человек вы переходит на тройку он уже понял он уже прошел путь человек здоров у него много энергии и и тогда идет переход на четвертый уровень до человек понимает что он еще много чего не понимает и он начинает учиться но он уже наполнен любовью у него энергии достаточно для того чтобы уже делиться и быть учителем даже в элементарных вещах например тот пенсионер например он умеет красиво вязать там носочки и вот он уже может научить кого-то это тоже учитель научить кого-то там в интернете как нажать кнопку там дилеет чтобы стереть запись какую-то или что-то еще это тоже учитель человек который помогает и учит кого-то другого каким-то благим моментом если его как бы просят ну конечно наталья болезни страны возникают неожиданно могут и неожиданно прекратиться могут быть такие если допустим а вы сами когда-то прописали как душа чтобы ваша болезнь неожиданно началась и неожиданно закончилась и она у вас будет все наталья вы сами как душа для себя прописывали вашим кармическом договоре как дошли на воплощение в это на планету именно странная болезнь именно вам или там ну не вам простите кому-то там нужно и когда человек начинает делиться а другой человек а понимает что в конце концов вот он сидит а вот такой вот злюка но не всегда я же не говорю что прям с утра до вечера человек сидит в злости это образно просто вот одно слово вставлено из жизни человека представляете что такое расчеты или какие-то нот это просто ну как бы общие фразы под все под всех троек а сколько людей троек но мы же все равно все разные у у кого-то это просто больше а у кого-то меньше то есть вы сами должны понять на какой стороне вы на вот этих весах как вы писали сегодня на 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 плюсе или на минусе больше в вашей жизни происходит честно сами себе мне я вас всех сейчас в левую сторонку запишу поэтому человек когда начинает понимать что ему еще учиться и учиться потому что болезни постоянно злится человек эго присутствует ему как бы он переходит на другой уровень потому что он уже засиделся в этих энергиях если это с минусом карма но ему предоставляется как бы право учиться а это уже человек выбирает часто бывает такое что я не буду учиться или я хочу учиться но у меня денег нет и это как раз таки пятый уровень а другой человек который говорит внутри я хочу учиться у меня сейчас нет этой возможности но я точно знаю что у меня появятся деньги и они появляются с разных источников вот просто на пустом месте потому что человек понимает он верит он знает у него присутствует он есть бог он может творить человек входит состояние творца потому что очень часто происходит то что я вижу среди тех людей которые собирается на учебу пишут меня ванда пожалуйста возьмите меня в школу два-три месяца находится у меня в чате а потом пишет что у меня нет денег я просто улыбаюсь игру конечно когда-нибудь захочешь придешь десять тысяч два месяца учебы один модуль у меня четыре модуля в школе и но часто так бывает нет денег тут же видишь человек поехал отдыхать или там еще что-то или еще что-то то есть на себя на учебу на свое развитие на свое здоровье на свое самопознание нет на продукты на какие-то там куда-то там пойти или там купить мобильный телефон новый чтобы там был большой экран деньги будут понимаете о чем я говорю а этот это это так видно это так видно за вот эти вот уже пять лет общения как бы только с учениками я не говорю что с клиентами я работаю очень много лет и поэтому конечно человеку ему нравится даже это слово говорить у меня нет денег она прям как вот лозунг а звучит и тогда конечно человек входит вот в такое вот на безденежье то что учиться не не надо а меня нет меня нет здоровья многие говорят и в жизни человека происходит некая такой вот хаос когда потом приходят ко мне и говорят о том что я не знаю у кого-то черная и белая полоса у меня только черная у меня все плохо здоровья нет того нет того нет того нет вы не представляете сколько у меня сообщений в контакте или там в одноклассниках или еще где каждый день пишут люди ванда помогите ванда сделать кто-то сделайте тот описывает вот такие просто не я иногда захожу я просто вот сажу там так на полтора часа только прочитать и практически люди пишут у меня нет денег но описывая своей жизни а ну ну очень много проблем но у меня нет денег а вы меня вылечить и что я могу ответить что я без денег вас лечить не буду что такой человек мне ответит потому что это путь такой да я конечно где-то кому-то если могу я говорю вот моя медитация вот вот это посмотрите пожалуйста вот это посмотрите и я посылаю такому человеку любовь свет игры извините я не могу потому что я знаю там нужно начинать с азов и а всем же нужна волшебная таблетка один сеанс выпить и все чтоб все прошло поэтому это как раз таки об этом вот об этом минусе который существует но это опять это просто один момент а у нас их миллиарды жизни я не хочу сейчас всех под одну гребенку что вы точно так же говорите я просто говорю примеры но тот кто понимает что материальные блага что изобилие не нужно никакие каналы открывать она же все бегут канал открывать денежный изобилие она везде это поле это вселенная она изобильна она изобильна в любви она изобильна различных энергиях тогда человеку даются вот эти материальные блага и он понимает что если у меня сегодня нет у меня обязательно скажем образно говоря бог даст а тот кто человек не понимает он просто скажет ага на бога надейся но сам не плашай это пословица другого человека который живет в минусе пятерки бог всегда дает каждому человеку деньги материальные каждому человеку даже если вот тот человек который говорит что у меня нет денег если вы заглянете в кошелек хоть одна копейка у вас будет если у вас сегодня не будет завтра она будет вы найдете эту одну копейку вам родители дадут в любым способом у вас будет хоть одна копейка а это уже не значит что у вас нет денег но немножко иначе просто наш логический ум устроен поэтому душа она учится она проходит такие уроки и если все таки идет другой другое понимание такого человека как бы бережет образно говоря небесная канцелярия а там неисчерпаемо денег денег богатств изобилия и у таких людей они всегда будут ниоткуда от каких-то источников независимо работает человек или не работает через мужа через брата через сестру через как угодно лотерея я не знаю все что угодно и когда человек это начинает понимать в его жизни он он переходит на другой уровень шестерки до у него жизнь сама этот он творец у него в жизни существует любовь красота и творчество а у другого человека наоборот разрушение это когда карма в плюсе когда карма минус опять же это просто одни вот просто какие-то моменты слова дианочка нет час объясню и я думаю вам шестерочки понятно вы уже на этом уровне да и вполне возможно что вы в плюсе и когда человек это осознает у ним им удается на другой уже уровень это 7 это план творца когда человек понимает что все что в жизни есть связано с уроками кармическими которыми которые он проходит как душа что человек не есть только тело а 7 единства это просто та цифра которая ну скажем у нас на планете земля идет по умолчанию семичакровая система то есть покошение карман означает то что человек понимает что этот человек второй который боль приносит он просто сейчас на другом уровне может быть она на единички в минусе или а на двойке в минусе но вы-то там были уже вы поднялись уже а может быть этот человек еще на втором плюсе вы начинаете понимать уже иначе вы принимаете по крайней мере какие-то ну пускай такое некрасивое слово удары судьбы с пониманием что да я благодарю судьбу я знаю что эту ситуацию я сама создала себе но я больше не нуждаюсь в этой ситуации я ее отпускаю я благодарю всех и вселенную и бога за эту ситуацию благодарю что у у меня там солнце светит и я иду дальше я иду своим путем не думая кто мне что сказал родители сказали не жениться замуж не выходить за этого человека нет человек по-другому уже он себя по-другому начинает осознавать или в минусе все-таки семерки даже на шестерке с плюсом быть вы можете еще перейти на семерку с минусом то есть накапливать кармические задачи свои то что вам нужно работать отработать а сделать понять осознать отпустить поблагодарить там все что угодно то есть накапливает какую-то минус 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 но мы знаем минус на минус будет плюс когда-то придет осознание если человек пришел уже на седьмое на седьмой уровень то есть на седьмом уровне здесь как некая такая бывает остановочка то это прям специальный уровень потому что переходя на восьмой там идут искушения здесь как ну скажем так как многие говорят не очень-то я скажем употребляю эти слова но тем не менее такие искушения дьявольского плана хотя нету никаких дьяволов но как бы таких вот с рогами но есть негативные эмоции которые или энергии которые мы позволяем чтобы они были в нашем поле своими мыслями своим поступками своими действиями своими моментами какие-то кдачу на примерно 7 и вот так плюс это в минусе то я просто в минусе есть минуса например все таки мы уже столько накопили что с минусов перешли на плюс и вышли опять на на восьмерку в минус и Cara начинаю понимаю что мы столько накопили вот этой вот на семерке уже различил ситуации конечно же вы будете больше и больше попадать какие-то не про неприятные негативной ситуации когда вот этого тоже идет и говорится что у меня только черная полоса и тут идет очень такая но образно говоря проверка чистка когда действительно много но образно говоря наших человеческих каких-то искушений идут когда идут какие-то беспричинные какие беспричинные но какие-то ситуации случайные как сегодня писали восьмерка это когда человек наоборот не то что случайно или бесконечно а именно бесконечно побеждает все что происходит бесконечно слово восьмерка если мы ее положим горизонтально на уровень материального потому что до вертикаль это духовный мир горизонталь это плотный наш материальный мир если мы восьмерку ложим поперек вам всем знакомая бесконечность и и вот эта бесконечность может быть и в плюсе и в минусе смотря как вы оцениваете как вы как личность поступает потому что все будет вместе ну и осознав уже много все быв в плюсе с левой стороны и выйдя на девятый уровень в плюс когда человек достигает высшей гармонии и высших знаний когда человек даже не знает логически как допустим там проводить регрессию или вспомнить свой путь души но он хочет внутри и и у него есть внутренние знания посмотрите в девятке даже минус это есть знания человек настрадает настрадался уже если он шел только по минусу по минусу но ему давали 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 потому что уровень души идет витками он может проходить много-много воплощение как бы она была жизнь негативная он не прошел там опыт и следующую жизнь он может выбрать еще как бы как мы говорим у нас здесь и сейчас на земле люди в одном классе на второй год остался человек вот это может быть его дадут опять то же самое проходить если он не прошел ну вот ольга а восьмерочка смотрите вот где как в каком бы плюс или в минусе но накопить много минусов если вас все равно будут толкать вы можете год сидеть ну образно гора в одном вот смотрите в одном классе человек сидит на первый год его оставили на второй год его оставили третий год его оставил на 4 на 5 уже не оставят ну даже от логики школы выгонят и вода он пойдет другую школу там или перейдет на какие-то другие занятия там дистанционные или что-то еще сейчас же школы знаете да что можно дистанционно ученикам обучаться начиная уже даже по моему с 1 класс то есть все равно ему придут знания хочет он этого ли не хочет заставит его что-то познавать познавать мир у у меня девятка тоже можете посчитать сами как бы то знает 27 марта 65 год 27 число у меня уже девятка я сюда в этот мир пришла уже а имея знание если просто берем дата вас 7 число вы можете посмотреть еще раз я вам даю тот слайд гляньте кто может быть подошел только что то есть дата говорит с чем пришли в эту жизнь что с этим делать и год что из этого должно выйти если мы будем разбивать отдельно и целые числа делать если мы собираем полностью все это наш путь наша миссия чего мы должны испытать и выйти на какой уровень и если мы все послушайте сейчас внимательно пришли с минусом например да вот с минусов по правой стороне который то наша задача путь души выйти в плюс вот именно стать вот этой частью который с правой стороны так екатерина я сейчас еще вам опять слайдик верну екатерина берете свою дату рождения вот прочитайте на слайдике я пока поднимусь на вопросики поотвечаю и мы с вами проведем небольшую такую медитацию так 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 где там моя девочка с красивым именем я хотела туда вниз мирослава так вот все от мирославеду так главный признак пройденного урока то да 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 и леночка да вот это мы уже так у меня отец то я отвечал какие виды души существуют тоже отвечала так ольга тоже светлана пишет я я-то сияю а его жаба дарится тла если бы вы сияли то вам было извините полностью фиолетово давит его жаба или не дает понимаете значит нет не отпустили пусть ставит жаба понимаете вот если у меня если я его отпустила если я сияю то у меня нет эмоциональной привязки и мне абсолютно все равно я отпустил этого человека у него свобода в чем кроется секрет отношений мужа и жены когда они отпускают друг друга если муж говорит туда не пойдешь это нельзя будь как ты пойдешь с подругами как это ты поедешь там какое-то путешествие как это ты будешь обучаться как какими-то там а этими как господи секта секта вот сейчас часто говорят как ты же не понимая вообще не вникая там командуя женой ну разве это отношение когда свобода отношений когда вы с легкостью принимаете и когда вы понимаете что тоже бог и он пришел в эту землю тоже у него есть свои интересы у вас свои интересы вы любите друг другом полное доверие вот мастерство отношений семейной пары да вы кармические муж и жена когда вы смотрите в одну сторону и с легкостью это понимаете они когда иди сюда сделай то приготовь то подай то ну разве любовь до командования поэтому жаба давид извините него а вас потому что вы это видите и вы туда направляете энергию освободите себя значит вы сияете еще не до конца вот видишь а светланочка как пройти чтобы это не повторилось значит есть нечто что-то что осталось какой-то маленький кончик помнишь как я говорила помните да ты извините на ты иногда перехожу со всеми своими учениками на ты привычка разрублен просто вот этот канат не убрано вот с вашей стороны вот этот кончик маленькая пуповинка осталось вот она маленькая она осталась чуть-чуть ну вот не до конца вот это как рано кровоточит что это вот что то что то там еще осталось вот чуть-чуть просто нужно но он вот светом так и все морально не должна долг есть у каждого свой как себе представляет так или на скажите ванда я вышла замуж за человека которым не отвратить или надежде на то что стерпится любится ничего хорошего за этого не вышло расстались но ощущение что в грязи или она ко мне приходите мы с вами побеседую на эту тему и вы все поймете нужно просто внутренние это вот очищение внутреннее понимание и растопить вот эти вот связи которые вы все равно туда то что до ощущения вы тянете на себе хватит все какие вот бывает до человеком одеяло там то-то сделает то-то сделает то-то сделает да какие-то там делаем очищение там да это все помогает но если вы сделали один раз вебинара к вебинару смысл то есть тонкие тела наши дамы как бы очищаем так же как и чистим зубы каждый день точно так же каждый день мы делаем какую-то небольшую практику для себя любимой для того чтобы познать что я богиня бог первая циферка один помним да а когда мы познаем себя и относимся к себе как божественной личности то есть когда мы начинаем как вот это называется любовь к себе когда я люблю себя а а не то что ну как бы любую до вот но они написали что мое время закончилось я не знал что за мной еще а спикер простите пожалуйста что делать я не смотрю в skype и разговариваю с вами а вон только внизу попросите немного продлить ну я не видела внизу я вот у меня как остановились ваши комментарии я честно говоря не видела на вопросы не ответили да ну вот я заняла чужое время не знал я думала что я последним выступаю извините пожалуйста меня друзья давайте что делать будем что делать будем людмила а вы посмотрите табличку и что для вас это значит как бы сами посмотрите так татьяна говорите мне что мне делать потому что очень некрасивая по я видела что заходил человек но я не ожидала я думала просто что человек зашел послушать хотел бы продолжить вот татьяна пишите во время час еще теряя что делать а как понять любишь себя или нет и всю жизнь жила для других для мужа для родителей для детей но вроде люблю себя все себе вроде или на все уже ответ вроде люблю себя все себе покупаю внутрь принимают только полезную пищу напитки но есть какие-то затыки ну вот вот с днем рождения никто из них меня не поздравил обида что это значит и не ошибка хороша получается ну вы же сами как бы сами же это говорить отвечаете так ждут галину сия все дорогие ну так получилось что первый раз мне такой прокол что да я задержалась желаю всем радости счастья приглашаю на учебу к себе да я подняла александра что ждете галину буду очень рада всеми каждому всем пока пока до новых встреч благодарю всех я